На рынке автогаджетов существует большое количество устройств, которые, к сожалению, часто клонируют друг друга, да, они копируют там прошивки, форм-фактор, какие-то интересные решения, и таким образом получается большое количество гаджетов, однотипных, которые по большому счету отличаются только форм-фактором своим, и то не всегда, да и ценой по большому счету, да, у кого рекламный бюджет покруче, те как бы и в топе. В частности, я сейчас речь веду о видеорегистраторах, и вот в этом видео, делая рейтинг, я в первую очередь ориентировался не на просто какой-то спектр устройств, которые вам хочу показать, а именно на те фишки и особенности этих самых гаджетов, которые я лично успел протестировать в течение этого года и конца предыдущего, которые вот отличают прям принципиально вот эти вот устройства от тех, которые на рынке от общего, скажем так, фона. И производителей, которых прям хочется похвалить за вот эти вот решения. Давайте начнем, ну как всегда, пойдет с самой низкой цены и до самой высокой, и начнем с гаджета, который меня просили подписчики осветить еще одна с ночная с лета. Это устройство от компании 70mai и называется в моем случае оно Dashcam A200 Set. Значит, фишка этого устройства заключается в том, что оно стоит 6000 рублей, около того, и при этом имеет две камеры, которые умеют писать Full HD. Передняя при этом записывает в 60 FPS, задняя в 25 и при этом у этого гаджета очень даже солидное исполнение. То есть материалы изготовления этого устройства, ну честно говоря, заслуживают прям цены, мне кажется, чуть повыше. Я сразу скажу, что обо всех устройствах я буду говорить в достаточно хорошем ключе, просто потому что они меня немного впечатлили. Но о минусах, конечно же, речь тоже пойдет. И этот гаджет не исключение, в конце об этом скажу. Процессор установлен Novotec 985-65, в качестве основной матрицы здесь выступает Galaxy Core 2093 и в качестве задней, тоже от компании Galaxy Core, но помладше модель, называется она 2053. И передняя и задняя камера раздают угол в 130 градусов, что является, ну прям по грани, если ниже, то это уже будет достаточно узковато, во всяком случае, для передней камеры. Заднюю камеру, естественно, можно использовать только как видеорегистратор, то есть для парковки она не подойдет, потому что экранчик у этого гаджета составляет всего-навсего 2 дюйма. Распознает карточки от 16 до 256 гигабайт и оборудован видеорегистратор аккумулятором. Ну, собственно, здесь-то и сэкономили, ребятки. Приятное управление, интересные кнопки у этого устройства, но теперь необходимо сказать и о минусах. Во-первых, этот регистратор крепится на двойном скотче к лобовому стеклу уже под углом, то есть устройство само по себе выглядит немного срезанное под лобовое стекло. Все бы ничего, но если ты прикрепишь его немного кривовато, то у тебя картинка будет съехана по диагонали, скажем так. К сожалению, это не очень удобно, поэтому в коробке приложено там штуки 3 или 4, по-моему, вот этих вот стикеров для центровки гаджета на лобовом стекле. Соответственно, крутить камеру влево-вправо не получится по этой же причине. Вверх-вниз, то есть по вертикали, переднюю камеру можно регулировать только в ограниченных пределах. То есть назад ее прокрутить, как вы можете видеть на своих экранах, не получится. Точно по такой же форме сделана и задняя камера, но это даже плюс, потому что обычно задние камеры выглядят как камера заднего вида для того, чтобы парковаться у видеорегистратора. Здесь же она выглядит, во-первых, она пластиковая и ты понимаешь, что она сделана для того, чтобы ты ее помещал непосредственно в салоне. Она не имеет никакой защиты по стандарту IP, но она тоже сделана достаточно добротно и умеет регулироваться по вертикальной оси. Что еще прикольно, есть мобильное приложение у этого устройства, вот как раз по той причине, что он не крутится и может быть не очень удобным его настраивать. Хотя я никаких проблем не испытал. Он также, значит, отщелкивается от своего крепления и его можно прятать. Качество съемки на переднюю камеру мне очень даже понравилось, хотя угла немного не хватает. На заднюю немного слабовато, как по мне. То есть камера выглядит гораздо лучше, чем съемка на нее. Вот лучше бы вложили во внутряк, честно говоря. И еще чуть не забыл, фишка не конкретно этого устройства, а непосредственно фирмы. У него достаточно обширная ветка на форуме ForPDA, потому что устройство любимо и там собирается целая куча задротов, другими словами, гиков типа меня, которые, собственно, там, значит, задают вопросы, отвечают на них. Там можно и приложение скачать, и прошивки устройства посмотреть, и посоветоваться с ребятами, узнать, где они его купили. И вот это вот все. Короче, кто вот любит такое вот комьюнити, скажем так, и кучу вопросов позадавать, то, в принципе, это тоже будет плюсом. Следующий аппарат попадает в мой рейтинг за свою компактность и при этом вменяемую цену. Посмотрите на эту малышку. Это гаджет от компании Fujida, и называется он Zoom Oka. Я всегда ценил минималистичные вот такие вот устройства, которые можно легонько спрятать, и оно не будет видно. Это устройство как раз для тех людей, которые ценят, как и я, минимализм, и, собственно, не гонится за каким-то дополнительным функционалом. Я всегда в конце каждого обзора говорю, что выбирайте устройство для себя только относительно своего кошелька, и не надо переплачивать за те функции, которыми вы пользоваться не будете. Вот это устройство как раз к таким и относится. Это просто видеорегистратор, который хорошо делает свое дело, и больше от него ничего не требуется. При этом он, в отличие от китайских собратьев, ну, понятно, что он тоже в Китае делается, я имею в виду, они не особо проводят анализ рынка потребителя той страны, куда засылают, собственно, этот гаджет. Например, предыдущее устройство и это, если сравнивать, здесь уже присутствует CPL-фильтр, потому что наши ребята знают, что, ну, это дело ценится в нашей стране. Плюс здесь уже суперконденсатор вместо аккумулятора, поэтому его просто так не включить только от питания. Плюс здесь есть магнитное крепление, что тоже очень ценится у нас, потому что люди любят его убирать в бардачок, либо с собой домой забирать. И здесь неплохое качество ночной съемки. Ну, в принципе, что еще надо? Поставил, пишет и привет. Угол обзора 170 градусов составляет, что достаточно абсолютно для любого автомобиля, чтобы увидеть от стойки до стойки. Управлять можно как с помощью кнопок, так и с помощью приложения, если вы куда-то далеко спрятали свой гаджет. Разрешение составляет Full HD и размер экрана в 2 дюйма. Также есть датчик удара и в качестве бонуса также можно отметить G-сенсор и достаточно обширную ветку на форуме 4PD, где можно обсудить работу этого устройства и почитать отзывы. Более того, я там еще надыбал модифицированную прошивку, которая исправляет экспозицию у этого устройства, чуть улучшает цвета, ну и там некоторые еще доработки автор внедрил. Короче, рекомендую. Если пользуетесь, как минимум стоит попробовать, что из себя представляет вот эта прошивка. Минусы у устройства тоже присутствуют, куда же без них. Конечно, хотелось бы в качестве альтернативы иметь все-таки еще крепление на присоске, потому как не всем хочется пачкать стекло, даже если ты устройство вешаешь на длительное время. Ну и чуть-чуть пониже цену. Все-таки из альтернатив можно поискать, ну не за такую же цену, чуть добавив, но можно найти гаджет уже там с GPS-ом или с каким-нибудь дополнительным функционалом. А так, за те же деньги, что и 70 Mai, это добротное устройство, которое адаптировано под нашего потребителя. А следующий гаджет в моем списке уже из мира видеорегистраторов зеркал, и называется он RoadGid Blick. А попадает это устройство в мой список за достаточно неплохой функционал при своей цене. Во-первых, у него есть экран во всю площадь зеркальной поверхности, и плюс в комплекте также идет камера заднего вида, которую вы можете разместить как вне автомобиля, так и внутри его, и при этом использовать это зеркало как цифровое изображение того, что происходит сзади. То есть цифровое изображение вам может заменить ваше штатное зеркало, и вы будете ездить такой красавчик, как на автомобиле, который стоит гораздо дороже денег, и у которых такая функция уже в штате идет. В целом, камера заднего вида дает достаточное изображение, чтобы им пользоваться как вот таким штатным зеркалом на постоянной основе. Также у него есть выезжающая камера для удобной установки на зеркало, чтобы она устанавливалась без смещения. При этом она тоже регулируется вверх-вниз, влево-вправо в разных положениях. Достаточно большой динамик на тыльной стороне. Функция ADAS, G-сенсор, угол обзора 170 градусов, а для зеркал это очень даже не кисло, обычно чуть-чуть поменьше делают. Плюс матрица Sony IMX307 в качестве основной выступает. А изображение обрабатывает процессор M-Star 8339. Вперед и назад видеорегистратор пишет с разрешением Full HD. Минусов у этого устройства на мой вкус всего лишь два. Первое это установленный аккумулятор, а не суперконденсатор. Как там будет со временем, что с ним, непонятно. Но в любом случае производитель дает гарантию, поэтому, я думаю, не составит труда отправить, чтобы его либо починили, либо поменяли. И второй, ну как бы минус, но и плюс. Смотрите, в моей версии это устройство идет без GPS-модуля. Здесь так и написано, GPS-оповещение опционально. Стоит оно без GPS-модуля примерно 11-12 тысяч рублей. Можно по промокодам, всяким акциям найти даже подешевле. И это хорошая цена за такой гаджет, но доплатив всего лишь пару тысяч рублей, вы можете приобрести гаджет уже с внешним GPS-модулем, который вам будет показывать не только скорость, но еще и оповещать о камерах, которые впереди, и обо всем вот этом, что видит, собственно, глобальная навигационная система. Поэтому я считаю, что если брать такое устройство, то, конечно же, только с GPS-ом, потому что он переходит сразу же из разряда видеорегистраторов в комбо-устройство. Короче, вот эту функцию я пожалел, что не взял, не досмотрел. Четвертое устройство в моем списке тоже имеет форм-фактор зеркала. Здесь тоже экран во всю площадь поверхности этой самой зеркальной, и оно тоже имеет заднюю камеру в комплекте, изображение с которой оно передает, собственно, на этот самый экран. И вы можете им пользоваться как цифровым зеркалом. Но попадает это устройство в мой рейтинг не за все эти заслуги, а за свой достаточно уникальный функционал, который удалось сюда внедрить, и который я за более чем 2,5 года обзоров на автогаджеты еще не встречал. Здесь прямо на борту есть Android Auto, Apple CarPlay и FM Transmitter. Это устройство от компании TrendVision, и называется оно TrendVision CarPlay Mirror. Весь этот функционал, который я обозначил чуть выше, означает, что вы можете свой мобильный телефон на Android или iOS подключить непосредственно к вот этому зеркалу и использовать его как штатное головное устройство, то есть выводить сюда посредством Apple CarPlay всю информацию, которая у вас есть на экране вашего телефона. То есть, другими словами, если вы не хотите изменять штатное головное устройство на своем автомобиле, или у вас какое-то оно специфичное по разным причинам, то у вас есть возможность вот таким образом кастомизировать свой автомобиль. Несмотря на весь этот обширный функционал, минусы тоже присутствуют, но сначала о функционале и о положительных сторонах. Сенсор здесь установлен Galaxy Core 4653. Объектив на 6 стеклянных линз выдает разрешение в 4 Мп. При этом диафрагма минимальная f1.8. При этом максимальное разрешение видео, которое может записывать это устройство, 4К. Угол обзора составляет 150 градусов, а процессор установлен M-Star 8826. Задняя камера уже имеет угол обзора 140 градусов, умеет писать Full HD, а сенсор, который считывает изображение, установлен PV4209. На своих экранах вы можете наблюдать демонстрацию работы гаджета на Android Auto. Подключаешь телефон за 3 минуты буквально, и у тебя изображение, там карты, записная книжка, все выводится. При этом также можно использовать его как FM-трансмиттер. Ну, для тех, наверное, у кого, собственно, магнитофон какой-то непрогрессивный, я не знаю, для каких-то целей надо, ну, как бы, как Новый год без водки, пусть оно и будет. Модуль камеры, естественно, подвижный, и также он еще умеет выезжать для того, чтобы можно было комфортно установить на зеркало. На задней панели есть огромнейшее отверстие под динамик. Минусы у этого девайса, конечно же, присутствуют тоже. Во-первых, у него угол обзора основной камеры, как я уже сказал, 150 градусов, а все-таки хотелось бы 170. Ну, как у всех, что под стойки до стойки, да? На своих экранах вы можете видеть демонстрацию, демонстрационную запись вот этого устройства. И также должен сказать, что здесь все-таки 4К интерполированное. Но, справедливости ради, по чесноку на коробке прям так и написано, что разрешение 4К в скобках интерполяция. Ну, за честность жму руку. Ну и третий минус. Apple CarPlay не будет работать с устройствами ниже iPhone 8. Я вытащил свой iPhone 6s старенький, и он с ним не завелся. Поэтому имейте это в виду. В целом, это, конечно, очень жирное устройство, достаточно имбовое, ну, то есть сбалансированное в лучшую сторону. И место в моем рейтинге, оно, конечно, занимает заслуженно за свою уникальность. Ну и пятый гаджет в сегодняшнем рейтинге. Настоящий флагман от компании Neoline называется DeepScan. Попадает он в мой рейтинг за свои радарные исключительно способности. Потому как здесь используется радар уже нового поколения. Установлено здесь сразу же два усилителя LNA-сигнала, ну, так называемый каскад. И по заявлениям производителя он видит радары, вот эти вот сложные комплексы типа Cardone Pro, SCAT и так далее, на расстоянии до одного километра. Я пока еще таких дальностей не проверял и не видел среди радар-детекторов и видеорегистраторов. Он у меня будет на отдельном обзоре. Я запишу отдельный видеоролик для того, чтобы, ну, проверить как минимум его способности в качестве комбоустройства. А он таковым является. Здесь еще есть база камер. Но еще и попробую, не знаю, где в Москве это тестировать. Здесь, ну, нет просто прямого расстояния в один километр, где были бы камеры нереально. Точнее, радары нереально это протестировать. Но как буду ехать на дачу, там в обязательном порядке я его затещу. Вот такой форм-фактор этого комбоустройства обусловлен не только тем, что он как бы больше даже радар, чем видеорегистратор, но еще и тем, что физически здесь установлен отдельный лазерный приемник с усилителем сигнала для детектирования вот этого самого сложного, о котором уже сняли несколько видосов на ютубе, лидара, который называется, по-моему, Poliscan. Он его также с помощью этого лазера трекает. Что еще уникального есть у этого гаджета? Ну, во-первых, это достаточно неплохая комплектация, в которую также входит специальный кабель для подключения непосредственно в сеть автомобиля, а точнее в блок предохранителей или реле. Соответственно, он может работать в парковочном режиме, когда вы оставляете машину там на ночь, он все это дело будет записывать. В качестве уникальности, наверное, можно обозначить производство Кореи. На коробке написано Made in Korea, вот здесь вот, если на гаджете прям посмотреть, тоже Made in Korea. Я так вот на вскидку, наверное, не вспомню устройств, которые были бы сделаны не в Китае. Устройство, конечно же, работает не только как радар. У него есть база камер, которая ежедневно может обновляться через специальное приложение на телефоне. Ну, все как у флагмана, да? Это же флагманское устройство, поэтому все вот эти вот навороты, они обязаны быть в таких гаджетах. Из приколюх, которые мне еще реально понравились, это возможность установить голос Дэдпула в качестве голосовых оповещений. Кто фанат, тот оценит обязательно. За изображение отвечает матрица Sony IMX 323, обрабатывает изображение процессор M-Star 8339, и запись производится в разрешении Full HD 1920 на 1080 пикселов. Минусы, несмотря на то, что это флагман, также присутствуют. Я их найду везде за любые деньги гаджетом. Во-первых, что мне показалось немного странным, если ты используешь крепление вида присоска, то в нем нет входа под питание, и тебе приходится запитываться непосредственно в само устройство. То есть при его снимании придется еще и шнур выдергивать. В случае же, если ты используешь второе комплектное крепление на 3М-скотче, то там уже есть непосредственно питание через кредл. То есть ты в шнур один раз сунул, и все, больше его не трогаешь. Ну, как-то немного странно. Можно было внедрить еще и в присосочное крепление тоже это самое питание. И второй минус – это угол обзора. 135 градусов. Ну, как для флагмана, немного маловато. Хотя я понимаю, что это обусловлено его форм-фактором. И вот у таких устройств достаточно сложно добиться угла обзора даже выше 150 градусов. Короче, это гаджет для людей, которые валят по трассе, и которым нужно заранее знать, есть там какая-то там тренога, засада, или еще какая-нибудь хрень, из-за которой ты попадешь на бабки, или нет. Кстати, группа ВКонтакте же у меня еще присутствует, и Телеграм-канал, в который я еще выкладываю некоторые трансляции, и какие-то короткие видеоролики с полезными советами. Вот кому интересно, также можете туда залетать, там можно попереписываться, какую-то тему развести, ну или поспорить в крайнем случае. Друзья, если формат понравился, напишите об этом в комментариях. Буду продолжать накапливать у себя, аккумулировать эти гаджеты, и смотреть на те, которые мне понравились больше всех, и которые меня смогли чем-то удивить. Потому что, как я в самом начале сказал, достаточно сложно в 21 меке, в 24 году найти устройства, от которых у тебя будет вау-эффект, или которые тебе дают реально какую-то, ну, если не полезную, то хотя бы прикольную фишку, за которую не жалко будет отдать денег. Собственно, пишите свое мнение об этом списке, о моем рейтинге, скажем так, условном, в комментариях. Может быть, кто-то какими-то устройствами пользовался, неплохо было бы услышать отзывы. Всем спасибо за просмотр, берегите себя, подписывайтесь на мой канал, бодрости духа и удачи!